За пять туров до окончания испанского первенства вопрос о чемпионе потерял актуальность. Самое интересное сейчас творится в пока условно обозначенной зоне UEFA, где в 33-й игровой день Сельта принимала в Вига Реал. Королевский клуб попал в психологически сложную ситуацию. Он с начала сезона был ориентирован исключительно на золото, и когда стало ясно, что Барселону догнать невозможно, Реал перестал показывать хорошую игру. Команда Хайнкеса не сумела адаптироваться к новой турнирной ситуации, в которой ей осталось заботиться только о том, как бы уберечься от наступающих на пятки конкурентов, в числе которых Сельта — один из самых быстро прогрессирующих. На 39-й минуте хозяева вполне логично побили в счете, а Александр Мостовой привнес в эту логику исполнительское изящество. Ускользнув от четверых защитников, россиянин продолжил движение по кратчайшему пути, ведущему к ближнему углу ворот Ильгнера, и хладнокровно пробил в него. Почти сразу же Реал сумел отыграться, однако ответный гол не был результатом серьезной созидательной игры и давления на ворота Дютруэля. Он получился скорее случайным, а Мамовиско мощно пробил в руку кадеты, и решение арбитра Иру Талда Гонсалеса назначить пенальти было с формальной точки зрения абсолютно закономерным. Ера спокойно кладет мяч в противоположный Дютруэлевским надеждам угол и 1-1. Но никаким началом игрового перелома восстановившийся баланс не стал. Сельта продолжала нагнетать напряжение на противоположной половине поля, причем ее действия были не особенно разнообразны. Самую большую опасность для Ильгнера представляли удары издалека, для которых Реал и Мостовой избирали примерно одинаковые траектории. Однако по совокупности моментов Сельта заслужила того, чтобы выйти вперед. На 56-й минуте игры у ворот королевского клуба упал Джорович, сильно накричав при этом на уронившего его редонда. Мостовому позволили сделать дубль. 2-1. В самом конце игры Реал едва ли не в первый раз реально угрожал справедливой победе Сельты. Однако удар Зейдорфа пришелся в перекладину. Закономерный счет устоял.